Привет! Не забудь подписаться на канал. В описании под видео ты найдешь полезные вещи для охотника. А теперь погнали! Рекомендовать эритические навески пороха, дроби, тип пыжа и капсюля нет никакого смысла. Вы должны изначально произвести общую и частную пристрелку дробью, картечью, пулей вашего ружья. Конечно, какие-то отправные моменты осветить можно. Допустим, если вы будете использовать порох сокол, гильзу пластиковую, пыш-контейнер и обыкновенную завальцовку гильзы, то в летнее время увеличивать навеску пороха более 2 граммов. При массе дроби 35 граммов вряд ли целесообразно. Опять же, все зависит от того, для какой охоты снаряжаются данные патроны. Учитывая, что у вас ствол со стандартным дульным сужением 1 мм, то для ближней стрельбы 25 метров лучше всего использовать патроны с пыжом дисперсант промышленного производства. Не злоупотребляйте тем, что ружье имеет патронник 76 мм, для охоты в летнее осеннее время большой надобности в патроне магнум нет. Вся птица, вплоть до позднеосеннего пролета утки, уверенно бьется дробью не крупнее номер 5, особенно если охотится с чучелами. В данной ситуации вполне хватает навески дроби 36 граммов. На зимних охотах по зайцу русаку, лисе, где действительно зачастую приходится стрелять относительно крупной дробью номер 1, 0, 0 на дистанцию 50 метров и более. Лучше всего использовать порох сунар магнум в сочетании с капсюлем квартира 22 или живелом мощный. Данный порох прогрессивно горящий и требует относительно мощного капсюля воспламенителя, особенно в зимнее время. При снаряжении в гильзу 70 миллиметров с использованием пыжа контейнера гильзу лучше обычным способом завальцевать. Навеску пороха сунар магнум более 2,2 грамма не увеличивать, дроби взять 40 граммов и пересыпать ее сухим крахмалом. Если будет использоваться гильза 76 миллиметров и пыш-контейнер, то произвести завальцовку методом звезда. Пороховой заряд сунар магнум не более 2,4 грамма. Дроби 44 грамма и пересыпать крахмалом. При использовании древесноволокнистых или войлочных пыжей в гильзе 76 миллиметров и картонной прокладки толщиной 3 миллиметра на порох. Пороховой заряд можно увеличить до 2,5 год. Обязательно произвести частную пристрелку оружия на 50 метров. По сухой сосновой доске определить известным способом резкость боя. Все, что касается использования пороха Сокол, подробно освещено в любой литературе по охотничьему оружию, достаточно вдумчиво прочитать. Если вы будете использовать готовые промышленные патроны, то можно смело рекомендовать патроны следующих марок СКМ, Фетер, Позис из импортных Мираж. Каких-либо особых патронов ружье МР-153 не требует, оно надежно работает с различными патронами. Без надобности не злоупотребляйте патронами Магнум, так как это только сократит срок службы вашего ружья. Заявление, что МР-153 обладает какой-то невероятной живучестью, не более чем заявление. Это хорошее рабочее ружье, которое обладает доступной ценой. Рассматривать, на что следовало бы обратить внимание при покупке ружья МР-153, не имеет смысла, так как вы уже купили ружье. Ружье МР-153 нельзя отнести к универсальному ружью, так как масса его в снаряженном состоянии приближается к 4 килограммам, да и баланс не особо радует, следовательно. На многих ходовых охотах, особенно в летнее время, его лучше не использовать. При повторном использовании гильз обратите внимание на закрепление капсюля. Пружина магазина данного ружья достаточно мощная. И при подаче патрона на подаватель, иногда наблюдалось выпадение капсюля из гильзы. Учитывая, что дульное сужение вашего ружья 1 миллиметр, применять в нем лучше пулю Полева всех модификаций в сочетании с порохами Сокол и Сунар Магнум. Пулю Гуаланди и Бренники можно использовать при массе до 32 граммов, если мы говорим о патронах промышленного производства. Эти три пули Полева, Гуаланди, Бренники Оригинал, позволяют получить наилучшие результаты по точности, поэтому их мы и рекомендуем. При использовании порохов Сунар, не путать Сунар Магнум, Сокол, салют особое внимание, не уделяйте вопросу хранения снаряженных патронов. Не рекомендуется патроны, снаряженные одноосновными порохами как отечественного, так и импортного производства, хранить в условиях повышенной влажности 80% и более. Это может привести к сбоям в работе автоматики газоотводного полуавтомата, особенно зимой, по причине резкого падения давления в канале ствола во время выстрела. В подобной ситуации, как показывает практика отстрела патронов, полуавтоматы, работающие по принципу отката ствола Браунинг Авто 5, МОД 21-12, работают более надежно. Резкость боя газоотводного полуавтомата практически ничем не отличается от резкости боя полуавтоматов, работающих на других принципах автоматики, инерционный, откат ствола. Все это неоднократно проверено при помощи хронографа в лабораторных условиях. При одинаковых патронах на резкость боя в большей степени влияют характеристики канала ствола и дульного сужения. Чем больше вы будете стрелять из вашего ружья, тем меньше вопросов к нему у вас будет. Главное анализировать нестандартные ситуации.